В 2009 году Яков Айваз, предприниматель, открыл мастерскую по производству папиросных гильз. Позже он перешел на производство именно оборудования, то есть машины, которые делали эти табачные гильзы. То есть папиросы, сигареты, как сейчас тогда просто они так назывались. Она была вообще на Невском проспекте, вот такое небольшое здание. Позже власти выделили для уже созданного завода Светлана вот этот участок, значит, лесное называлось это место, где вот сейчас Светлана находится. И завод переехал туда, и начали строиться новые корпуса. Дальнейшим переориентированием вот переход на производство лампочек. То есть в 2013 году приобрели патент Вебера на производство и на изготовление ламп накаливания. Но там на самом деле история долгая, что там какая-то была сырьевая зависимость, то есть что завод он стал зависим от немцев. И все равно пришлось потом эту технологию другую, то есть свою разрабатывать и переходить на нее. Вот, значит, также интересный тоже момент, что вот Векшинский Сергей Аркадьевич, он вот работал небольшое, правда, время на Светлане и успел организовать вакуумную лабораторию. То есть это именно еще ламповая Светлана, то есть еще никаких полупроводников нет. Но что интересно, что вот в этом здании, которое на фотографии, оно как раз вот позже использовалось и для полупроводников. И что интересно даже, что вот эти вот ЛКТБ, то есть разработчики ЭВМ, С5, Электроника, те, кто остались уже после продажи того здания, значит, они как раз здесь работали последние годы. Вот, транзисторы, получается, что разработку транзисторов в НИИ Пульсар разработали, а на Светлане серийное производство в 55-м году начали. То есть это вот такие транзисторы у меня даже есть, то есть П1 разных букв, значит, получается плоскостными триодами они тогда назывались. Вот, значит, дальше у нас в 65-м году построили новый корпус заводской, полупроводниковых приборов. Это огромное четырехэтажное здание с желтыми стенами на фотографии, вид со двора. Вот, и в нем четыре цеха размещались. То есть на третьем этаже была гермозона, то есть помещение, значит, там внутри было остекло. Отрекление собрано, все зашито, чтобы воздух не проходил специальное. Там, получается, климат нужный вообще обеспечивало целое здание. То есть если мы на фотографии видим вот эти баки там, вот, и справа целое здание, оно как кондиционер работало. Это вот 74-й и 75-й цех. И это там на первом этаже был 69-й и 73-й. Там они выпускали оснастку, проводили испытания, климатические в том числе. То есть как бы практически полный цикл от пластины до готовой микросхемы он вот в этом корпусе проходил. Дальше, значит, если о транзисторах говорить, вот такой можно вспомнить факт, что сборка транзисторов вот этих вот с корпусами, как шляпка, MP13, 16, их производили, сборка производилась на таких автоматах. На самом деле там, можно сказать, взяли автомат для производства ламп, изменили его конструкцию несколько под транзисторы. То есть там как бы, можно сказать, вращается вот эта центральная часть, там установлены, в нее устанавливаются ножки транзисторов. Вот, и она вращается, а здесь различные находятся по кругу, вокруг инструмента, которые какую-то операцию выполняют, там присоединяют выводы, что-то. Ну, то есть, получается, по такому принципу он работал. Вот тоже план, вот эти вот под номером 17, там, я не знаю, видно или нет, но, в общем, это как раз эти автоматы. Вот, значит, разработкой для того, чтобы разработками заниматься, выделили вот это здание, построенное до войны. Там СКТБ организовали, то есть это специальное конструкторско-технологическое бюро. Вот, в этом здании было, оно было с опытным производством, то есть в этом здании было две гермозоны, также целый этаж лаборатории и механический участок тоже был. То есть вот, и постепенно тоже все развивалось, менялось оборудование. Я как раз планы изучал, что там постоянно, как бы, все совершенствовалось. Вот, то есть его снесли, получается, в 19-м году. Вот, кроме того, еще интересный момент такой, связан с вот этим, с появлением вот этого ленинградского конструкторского бюро, которое вошло позже в Светлану, Филипп Георгиевич Старос и Иосиф Вениаминович Берг. Значит, два инженера американских, вот, у них даже были другие имена, то есть это уже как псевдонимы взятые после того, как они бежали в Советский Союз, вот, как бы, наша разведка их завербовала, и позже им было доверено. Вот это там спецлаборатория была создана, которая позже развилась до вот этого ЛКБ, и когда у них возникли проблемы с производством, то есть они достаточно сильно шагнули вперед, но наладить технологию стабильную, чтобы оно работало, у них не получалось. И тогда вот приняли решение, значит, в состав объединения Светлана включить ЛКБ, вот, и как бы так, и переименовали, тогда его в ЛКТБ Ленинградское конструкторско-технологическое бюро. Вот, а с 67-го по 70-й год начали строительство. Адрес Московское шоссе 46, оно до сих пор стоит пустое, вот это здание построили, вот, и туда они переехали из Дома Советов, потому что там, где сейчас метро Московское, выходишь, там вот огромное монументальное сталинской архитектуры здание, вот там ЛКБ располагалось тогда, потом они переехали в это здание, вот. Что интересно, здесь предусматривалась такая вертикальная интеграция, как-то было, как-то это называется, что на верхнем этаже была разработка, этажом ниже технологические операции шли по, можно сказать, к нижнему этажу до уровня готовой продукции. То есть была такая последовательность организована сверху-вниз. Дальше тут о небольших достижениях расскажу. Вот калькулятор на больших интегральных схемах. 2471 он называется, так он назван, так как его выпустили первый в 71-м году, к 24-му съезду КПСС. Это копия шарп, японского шарп КУТ-8Д, но что интересно, микросхемы, это именно отечественная разработка, то есть тогда вот это ЛКТБ уже были в состоянии сами разработать, просто у них был образец японский, то есть здесь не идет речь о послойном копировании. Сергей Фролов, коллекционер, он как раз этот вопрос выяснил, у него два калькулятора было, и видно, что они хоть и похожи, но все равно логику работы там имеют различную, эти микросхемы. Вот, значит, дальше инженерный калькулятор, тут S3-15 был выпущен в 75-м году, уже к следующему съезду КПСС. Вот. Значит, ну, получилась модель дорогая, там где-то, по-моему, 5 или 7 внутри было вот этих безбольших интегральных схем, и он считался очень точным, то есть в мире. Вот. И следующим тоже шагом в развитии был выпуск MicroEVM S5 Electronics, своей архитектуры, собственной тоже разработки. Вот. Значит, там вот этот процессор 16-разрядный, 586-VM1. Вот. Что по S5 могу рассказать, что эта архитектура, она... В общем, сейчас я... Значит... Ну, в общем, столкнулись с такими проблемами, что до сих пор это непонятно, почему так произошло до конца, до конца непонятно, что ее выпустили, ориентир был примерно такой, что как промышленное микро-ЭВМ, то есть я иногда даже аналогию с ПЛК провожу, то есть как бы для различных технологических установок, производств, но в то же время, поскольку военное применение предусматривалось, и оно было как бы тоже очень важным, поэтому документацию схемы, например, не давали на эти модули. То есть, грубо говоря, модуль этот приходит, значит, и к нему есть техописание. Вот. А схемы нету там. Многие моменты непонятны. В ремонт его надо отправлять на завод-изготовитель. И поэтому, что интересно, они вот попадаются сейчас в продаже, эти модули, они часто даже в заводской упаковке, в пленке, потому что они приходили на предприятия какие-то, а использовать толком их не использовали. Но вот насчет военных, я точно знаю, что, конечно, они применялись, выпускались до последнего, как бы. То есть, такая история. Дальше расскажу об основных процессах, то есть, полупроводникового производства. То есть, кремния, берется слиток кремния, он нарезается на диске, то есть, вот эти пластины, подложки. Дальше фотоэлитография, дальше рисунок формируется, с помощью различных процессов, чтобы получить многослойную конструкцию. То есть, значит, фотоэлитография, травление, я об этом попозже расскажу, дальше. Вот, получается у нас пластина с готовыми кристаллами, ее надо разрезать, скрайбирование, либо там дисковой пилой, либо скрайбирование, и надлом производится. Дальше у нас электромонтаж, это микросварка, то есть, соединить между кристалл, корпус, соединение выполняется. Вот, ну, корпусирование дальше, и там герметизация, и так далее. Вот. На Светлане, ну, я думаю, на большинстве тоже советских заводов для фотоэлитографии, то есть, это получается, на пластину фоторезист наносится, вот, и дальше, есть фотошаблон, это такое стекло, на котором рисунок слоя, значит, нанесен. Так, и нужно ультрафиолетовой лампой, мощной, фоторезист, через этот фотошаблон, засветить, и тогда можно переходить к дальше, к следующим операциям, к травлению, и так далее. В общем, то есть, вот, такие установки использовались, то есть, вот, левая, она более старая, немецкая, полностью ручная, то есть, там, кладется пластина туда, вакуумом присасывается, кладется фотошаблон, тоже присасывается, дальше, там, есть микровинты, их крутишь, и смотришь в микроскоп, и нужно совместить, там, по-моему, сначала со срезом совмещается, потом, там есть такие метки, как реперные точки, по которым нужно совместить, и дальше можно засвечивать, а вот следующая установка, вот эта, получается, ее в 77-м году на планаре в Минске начали выпускать, М576, вот как раз такую мы приобрели недавно, она уже достаточно, она уже более автоматизирована, более серьезная, то есть, туда пластины загружаются в кассеты, в кассетах, то есть, вот этот красный, значит, прямоугольник, это, он открывается, туда кассета ставится, там, есть загрузчик, который из кассеты по пневмодорожкам подает пластину в рабочую зону, дальше выполняется совмещение с фотошаблоном, экспонирование с заданной выдержкой, то есть, все процессы, они, в принципе, автоматизированы, надо кнопки только нажимать и так далее, вот, дальше, значит, травление, то есть, для того, чтобы в нанесенном слое окна нам сформировать, использовались, это вот тоже интересная история такая, что вот этот корпус из КТБ, я в программе с кетчап пытался вместе со всем оборудованием смоделировать, поскольку еще раньше у меня не было идеи физического музея, у меня была идея сделать виртуальный завод, где как бы все, вот, вот это вот установки различные именно для травления, то есть, там ничего особенно сложного, там вот эти вот оранжевые получаются, это блоки обеспыливания, вот, они подают ламинарный поток воздуха, а дальше там всякие ванночки, отмывка, кран открываешь и так далее, как бы, вот, кроме того, если раньше на те же пластины фоторезист наносили с помощью центрифуги, просто обычной, то дальше появилась вот эта линия, то есть, она тоже более автоматизирована, работает с теми же кассетами, то есть, типовые такие модули, загрузки, инфракрасной сушки, нанесение фоторезиста, вот, значит, вакуумное напыление, это как раз вот, получается, напыление слоев, то есть, вот, слева установка более старая, справа это, справа это получается более современный участок вакуумного напыления, то есть, на первом у нас, такая установка, у нее, значит, есть колпак, он поднимается, туда устанавливаются, значит, как они называются, подложки, эти, образец, вот, что нам нужно внедрить, какую примесь этого вещества, дальше колпак опускается, и работают два насоса, последовательно, сначала один откачивает, потом другой, вот, чтобы нужную степень вакуума получить, то есть, тоже она такая, как бы, достаточно вручную все делается, а в дальнейшем, там уже применялись установки магнетронного напыления, конвейерные, то есть, там шлюзы стояли, вакуум там поддерживался всегда, значит, пластины из кассеты выгружаются, идут по ленте в шлюз, там эти, как они, створки закрылись, там открылись, и таким образом технология выполнялась. Также еще диффузия или окисление, такие процессы, то есть, получается, тоже для внедрения примесей, еще некоторых нюансов тех процессов, вот СДОМ-125, такие были печи диффузионные, то есть, там трубы такие, вот, она газовая, и позже, позже появились, тоже с автоматической загрузкой, то есть, и таким образом, вот эти все процессы, они в нужной последовательности повторяются, много раз, и получается готовая пластина, ее нам надо разделить на кристаллы, и вот это дело выполнялось с помощью таких установок, слева у нас алмаз М, он, значит, полуавтомат, и он алмазным резцом проходит, надрезает пластину, дальше ее надо вручную ломать, это тоже, конечно, лишний брак, но тем не менее, вот, у нас тоже есть такой автомат, вот, и тогда была такая технология, и также еще применяли установки дисковой резки, то есть, там алмазный диск, там, десятки тысяч оборотов, он раскручивается, и тоже он, можно сказать, ее распиливает, вот, на кристаллы, и дальше, что нам нужно сделать, испытать, то есть, определить выход годных, определить, какие на пластине, какие кристаллы мы можем использовать дальше, какие бракуются, для этого используются, вот такие автоматы разбраковки кристаллов, или, как их еще называют, зондовые установки, то есть, вот, значит, использовались, ну, это получается, в какие, в 80-е годы, вот, из зонта 4, А5, рижского завода, ЭЛАР, вот, они, такие, оранжевые, такие, там тоже все вручную, в принципе, только пластина вакуумом присасывается, и к ней, там такой, вот есть диск черный, значит, вот, и на нем иглы, их изначально настраивают, в нужные положения, скажем так, и они на контактные площадки, должны к каждому кристаллу подключиться, то есть, суть этого автомата, чтобы он точно попал, по контактным площадкам, каждого кристалла, и подсоединил измерительную установку, то есть, вот, справа просто более современная модель, тоже с автоматической загрузкой, там, М640, там, дальнейшее развитие М610, это я специально видео смотрел, там, на ангстремный репортаж снимали какой-то, я посмотрел, что у них все оборудование уже импортное применяется, но именно вот эта разбраковка, у них вот очень похожие на вот эту стоят, то есть, они М610 называются, они синий, цвет корпуса, немного отличаются, и здесь вот измерительной установкой, вот этим процессом тестирования, управляет ЭВМ Саратов-2, то есть, это на Светлане, как раз вот в том корпусе, дальше, значит, дальше у нас, получается, идет процесс установка, монтаж кристаллов корпус, для этого, тоже, как я понимаю, вручную сначала, этот процесс выполнялся, там разные процессы, при плавлении кристалла, при клейке, то есть, различные технологии, а это М4085, то есть, такой автомат достаточно интересный, тоже белорусского производства, как я помню, значит, что я еще не сказал, что вот этот автомат, который разбраковку выполнял, он набракованный кристалл капал красной краской, то есть, там маркер есть, вот, а здесь было предусмотрено, было сделано, как бы, уровня тех лет, конечно, некоторое машинное зрение, то есть, которое определяло, что если есть капля, то мы бракуем, этот, а если нет капли, то вакуумный, вакуумный присос берет кристалл, и его в корпус на ленту перемещает, то есть, там такие были катушки с этими корпусами, они до сих пор, кстати, тоже используются, эти автоматы, там, тот же, например, Melt, дисплей такие есть, российские, вот, нужно сказать, маленькие, вот они делают тоже на таких автоматах, вот, так, дальше выполняется микросварка, то есть, это соединение между кристаллом и корпус, с там золотой проволокой, в том числе, алюминиевой проволокой выполнялась, тоже разные технологии, есть термокомпрессия, она более старая, получается, там, просто, можно сказать, под нагревом прижимается этот вывод, и он закрепляется, или ультразвуковая, где сварка, где нагрев, вот этот, в момент, он с помощью ультразвука происходит, тоже это различные модели установок, вот, на левой фотографии, озун автоматы, вот, они, как бы, один оператор работал с двумя установками, они под управлением EVM электроника 60, то есть, оператор установку обучает, то есть, просто выполняет на ней вручную процесс, и в дальнейшем установка повторяет это все сама, как бы, и даже достаточно больших скоростей, значит, достигала, это просто у меня пример модели, как вот примерно располагалось оборудование, то есть, в гермозоне, там, вверху диффузионные печи, внизу, там, вот, внизу слева участок фотолитографии, здесь химия, то есть, дальше мы пойдем, ну, еще о сериях микросхем расскажу, значит, самых известных, как я уже говорил, 559, то есть, это копии западных микросхем, всякие в основном приемы передатчики для цифровых устройств, в частности, там, 559 и P1, они в электроника 60, ДВК использовались достаточно широко, почти они на каждой плате есть, вот, и 590 серия, она, это аналоговые ключи, то есть, получается, тоже различные, которые аналоговые сигналы переключают, там, Игорь Иванович Рыбкин, когда на Светлану пришел работать, у него уже был опыт, он инженер, как бы, радиоустройств, и он, вот, предложил, в общем, создать, и, такую микросхему, и дальше эта серия начала развиваться, и даже там, она не дала этому направлению в 90-е годы погибнуть, потому что их все равно, оборонка покупала, все равно, то есть, как бы, мало где, других не было, ну, вот, то есть, здесь тоже они, это слева снимок кристалла, справа это, с завода таблица их параметров, различных, вот, и вот эта 590 серия, есть 1127 серия, вот, 1127, она аналогичная, но радиационно стойкая, и их применяют в космосе, я даже видел в музее плату, какую-то для спутников, и там я нашел, именно, со светлановским логотипом микросхемы, вот, это тоже, получается, 590, ну, и вкратце расскажу, значит, что произошло, где в 90-е годы, гособоронзаказ, значительно уменьшился, вот, я изучал планы разработок, и по причине прекращения финансирования, многие были закрыты, корпуса стали заброшенными, оборудование распродавали в металлоломы, сдавали в аренду, все, что только можно, вот, ну, и дальше, вот, пришло к тому, что половину территории под жилую застройку ушло, а в настоящее время, именно по полупроводникам, Светлана, получается, Микрон, как я уже сказал, выкупил Светлана полупроводники, вот, а также, вот, Светлана электрон прибор, они занимаются ГАН транзисторами, галлиевыми, получается, и делают, вот, для военных, всякие усилители мощности, там, ну, для антенн, то есть тоже СВЧ техника это, вот, и спасибо за внимание, вот, еще раз расскажу, что сначала была создана группа для работников завода, как бы завод Светлана, потом уже я решил, что нужно отдельный сделать проект, музей микроэлектроники, его так назвал, вот, ну и сейчас вот есть это помещение, которое можно посетить, вот, телефон здесь есть, адрес есть, звоните, пишите, как бы, вот, ну и оставшееся время я предполагаю на вопросы ответить. вот эти в основном, это уже с кремнием работали, когда, вот германиевые транзисторы, их получается, именно сборка, вот этот автомат, про который я рассказывал, сейчас, если надо, я могу вернуть, сейчас, ну да, ну это именно сборка, то есть, именно, чтобы его в корпус, да, это еще и, да, да, так, это я думаю, даже сейчас я не отвечу, сразу, вот, но, последнее слово не понял, ты еще, а, да, 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 я понял, ну, потому, потому что, как раз такая, такая технология была у них освоена, в ЛКТБ на тот момент получается, вот, потому что КМОП Светлана вообще, по-моему, одним из последних заводов СССР освоил, вот, но это я даже думаю, не самая большая проблема С5, а, больше я даже так скажу, что, политическая возникла проблема, что министерство хотело, чтобы копия, чтобы делали, ПДПшный процессор, копировали систему команд ДЭК, как вот, фирмы, и поэтому сделали, как бы, такой негласный запрет на применение С5, и получается, что те, кто успел уже ее где-то применить, в журнале электронная промышленность, там, кстати, что интересно, там все равно печатались статьи о применении в народном хозяйстве этих микро-ВМС-5, но, тем не менее, широкого распространения уже не было, но военные в основном ее применяли, то есть, я даже в архиве смотрел вот эту документацию кентавровскую, где там на них собирались, вот эти С5, мне недавно тоже удалось выяснить, что свою биос, они, кстати, очень мало информации, значит, завод Кулакова в Петербурге, который для кораблей подводных лодок делает оборудование, они вот эти, там, С5-22, они применяли, нет, ну, да, 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 как я понимаю, по крайней мере, я данных таких не встречал, то есть, завод Светлана, он работал с готовыми пластинами, ну, вот, в дальнейшем, да, 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 нет, нет, это просто картинка, где в общих чертах рассказывается, что как оно вот, да, 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 это я тоже точно, я не скажу, но я даже их, я их видел, то есть, там контейнер уже с пластинами, там бумажечка маленькая, паспорт вложен, там, бумажечка маленькая, сейчас, сейчас, да, да, такое оборудование имеется, вопрос такой, вопрос такой, вот, первым, наверное, появился, ну, то есть, у нас вот, скрайбирование, вот это, первое, слева фотография, алмаз М, он стоит у нас, вот, М225, он закуплен, и он на консервации находится, по сути, то есть, вот, недавно мы купили, сейчас, вот, М576, которая справа, ну, ее тоже, ее налаживать там, очень долго можно, потому что там комплект плат, у нее заводской, он утерян, то есть, она, по сути, без электроники, у нас есть идея, из документации, получается, составить по документации программу на STM32, и пусть она управляет установкой, потому что, ну, эти платы, их неизвестно, когда они появятся, как бы, то есть, я там, у кого можно спросил, и дальше еще тема микросварка, только у нас есть одна, даже не одна установка, а там их получается в сумме, их 4 штуки, ну, то есть, одна, она ручная, то есть, она такая, как бы, они еще до сих пор применяются, такие, но там все вручную, там минимум автоматизации, вот, она есть в хорошем состоянии, она стоит в музее, она, ну, там, по-моему, и так, и так можно, как я понимаю, ну, да, да, вот, есть еще более старая установка, вообще, она, по ней ничего нет, она малоизвестная какая-то, из Воронежа, вот, как бы, то есть, она такая, и есть еще установки, две, они там, полный раскомплект, как-то не так, как бы, ну, на Светлане было и то, и другое, вот, вот, установка, показанная там, она, я точно знаю, что в керамику корпусирует, вот, а так, конечно, на Светлане и пластиковые производили, я, всякие полуфабрикаты даже оттуда у меня есть, на Светлане гораздо больше серии микросхем производилось, если я буду загибать пальцы, то у меня точно не хватит рук, скажем так, так, что вы, ну, вот смотрите, давайте посмотрим, если 559, 590, 1127, потом 555 точно выпускалась, 1064, тоже, это телефонные микросхемы, по-моему, аналоги 1008 выпускались, потом там С5, вот это С5, это получается 536, 535, 586, точно, 1809, 1827, то есть, там, 1509, это такой матричный кристалл, значит, потом, что еще, еще серии какие-то, по-моему, из современных, 5311, какие-то там, микросхемы выпускали, и еще, 1889, это последние разработки, ЛКТБ, там, 4 было микросхемы, для аппаратуры связи военной, и 1875, это получается, две микросхемы, клоны, интел 386, для спецприменения, так и 1127, я не помню, говорил или нет, 155 точно не делали, были еще вот, какие серии, кстати, что интересно, одно из ранних, одно из ранних, это 187, потом, 190, вот, вот, 133 была тоже, да, вот, в смысле, что, почему сейчас, а, почему в своей презентации, я думаю, что, потому что, самые такие, можно сказать, значимые, которые, которые как-то ассоциируются со Светланой, то есть, там, коллекционер берет плату от электроники, 60 какую-нибудь, М2, он видит, там, 559 микросхемы, в какой-то там аппаратуре связи, копаешься, находишь, о, 590, то есть, они так широко достаточно применялись, вот, а об этих самых всей серии, там, 586, 18, 27, я там об S5 упомянул, все-таки, тема у нас немножко другая, это, именно, производство, а об S5 можно целую лекцию читать, если подробно, там, рассказывать про каждую плату, где они применялись, какие были проблемы, и так далее. Да, 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 был, был, конечно, да, я даже, вот, там, получается, и испытание, и выходной контроль, вот, то есть, это тоже достаточно много оборудования различного, то есть, ну, да, да, не, я так достаточно кратко быстро составил, потому что там еще нужно много работы проводить, много изучать, вот, вот, веб-страничку, вот мы все думаем над тем, что надо создать, у меня, потому что был сайт, но он где-то профункционировал год, и дальше я, не хватает, одному человеку на все, времени не хватает, катастрофически, а так у меня, да, да, то есть, у меня и была идея такая, то есть, этот проект, он изначально задумывался, как такой максимально подробный, то есть, там, какие-то фрагменты документации, то есть, как бы, у меня это все есть, все есть, столько надо оформить, все продумать, чтобы оно было логично, вот, там, такая тема, например, есть в СКТБ, там проводился анализ отказов, то есть, там, значит, неисправные микросхемы, их разбирали до кристалла, фотографировали на микроскопе, и дальше там расписывали, что, что там случилось, там, как бы, дефекты, они, как такие точки выглядят, разрушения структуры, скажем так, и там описывалось, что вот здесь произошло, вот, пробой такого-то транзистора, то есть, вот, то есть, даже такая есть информация. Ну, я так понимаю, что, скорее всего, эти дефекты, это уже, можно сказать, либо на испытаниях, либо в эксплуатации, уже, то есть, там, как бы, принцип какой, что, значит, две ступени контроля, сначала мы кристалл контролируем, то есть, он бракует, если он не работает так, как нужно, он бракуется, и его просто не собирают, а дальше, когда уже собрали, то там, особенно на пятую приемку, там очень микросхемы, они, значит, в такую, у них же выводы достаточно хрупкие, например, у вот этих вот планарных корпусов военных, скажем так, металлокерамических, они в специальную тару спутник пластиковую ставятся, и дальше вставляются в такие панельки в разъемы установок, и там их тестируют, да, даже сейчас, раньше это был цех 69, а сейчас назвали участок 69, и там вот, даже общался с одним человеком оттуда. Какими следующими найти? У меня вообще вот, идея первоначальная была такая, в плане оживления этого всего, чтобы сделать, к примеру, на том же Авито, или еще там где-то, можно найти, у меня есть даже готовые пластины, вот, и попробовать готовые пластины пособирать, то есть и показывать тоже, как она собирается, то есть скрайбировать, получается, в корпус устанавливать кристаллы, делать соединение микросваркой, соединять, вот, и дальше корпусировать окончательно. Нет, нет, пластины есть, как бы, ну, некоторый запас есть, даже и светлановских, в том числе, вот, как раз я с ними и хотел поэкспериментировать, но сейчас вот так получилось, что нашлась фотолитография, вот, поэтому решили, скажем так, ее приобрести, так я вообще хотел зонт приобрести, то есть для испытания, которое к кристаллам подсоединяется, для разбраковки, и что-то думать, тоже там, системами управления, как ей управлять, чтобы она работала. Тоже, наверное, придется что-то современное делать, потому что раньше там, всякие там, КВК-сиц, КВК-диц, это для разных испытаний, статических, динамических, там, очень много всяких было систем, это огромные такие шкафы, которые мне пока вообще не удалось найти, ненужные нигде, где вот можно купить, забрать и так далее, то есть там, АИС-Интеграл, например, есть такая система, вот, которая сейчас используется тоже для, для испытаний, вот, так вот, значит, и эти установки, была возможность приобрести, но там продавец почему-то на связь перестал выходить, а другой продавец, он продавал механизм только, нижнюю часть, вот, и у него кто-то первее меня выкупил ее, я ему пишу, говорю, что вот, я там деньги собрал, а он говорит, а все, вот, то есть сейчас пока не очень понятно, потому что на это все тоже нужны средства немаленькие, поэтому если там кому интересно, если есть возможность, хотя бы символически, можете наш проект поддержать, вот, на номер телефона вот можно, вот, но речь не об этом даже, о том, что есть, например, установка в продаже, M6010, то есть это вот этот зонд, но такой достаточно хороший, то есть если их еще даже ангстрем использует, но он без электроники, то есть он как бы чисто, это голое железо, ну, естественно, там с датчиками, с моторами, с этим, с клапанами, и управление нужно тоже бы по документации делать на чем-то современном, потому что, ну, с документацией тоже на самом деле очень сложно, но я ее собираю, как бы, вот, интересно, например, по микросварке какой-то приобрести автомат такой, потому что интересно, как вот именно автоматически работала эта система, как там какая-то ЭВМ, то есть там либо на 580-х процессорах собирались они, либо там более старые, они работали на электронике, вот, как здесь, например, под управлением электроники 60, а вот эта установка, которая справа с клайбированием, у нее вся автоматика, это же полуавтомат, она сделана на тоже 580-х. Какая комплектация? Ну, там, по сути, установка есть сама, и там вот это устройство видеоконтроля советское, оно там заменено на выход, ну, то есть стоит китайская камера, которая на телевизор подключается. Вот, она комплектная, то есть там есть блок питания, там все, комплектность у нее вообще хорошая, но только, чтобы ее запустить, ее нужно установить, как бы, я тоже думаю над этим, куда ее установить, может у нас получится как-то площадь расширить, и тогда она как бы уже, вот, ей для работы что нужно, значит, ей для работы нужен вакуум, ей нужен сжатый воздух, и нужна вода, деионизованная, вот, но это как бы, чтобы она работала правильно, то есть, чтобы техпроцесс соблюдался, да, конечно, это здорово, надо и другие спасать, потому что, как бы, просто нет таких, да, да, нет таких удачных вариантов, что интересно, кстати, я на Авито видел недавно, без электроники, ВУП-5, вот, как у вас, по-моему, а, ну вот, был ВУП-5, ВУП-5, значит, но я не успел, тоже, ку-у-у, джиоловский я скидывал, а вот недавно был еще ВУП, здорово, ага, то есть, эта установка тоже спасена, и вы с ней будете работать, правильно? А, ага, я понял, а, ну да, ага, я понял, ну, да, 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 вакуумные установки, они вообще сейчас достаточно дорогие, в общем, вакуумные установки, они достаточно дорогие, на них спрос есть, их используют, там, на Авито есть, за 3 миллиона, как бы, и так далее, то есть, как бы, вот такую старенькую, как я показывал, сейчас покажу, ну, вот, типа такой, как на левой фотографии, с подъемным колпаком, ну, это вот, либо там немецкие были, либо, вот это очень интересно будет, да, я в Петербурге, значит, с, фты и офи тоже, разговаривал на тему, но пока тоже непонятно, что смогут ли экскурсию, они организовать, ну, пустить меня, вот, посмотреть установки, но я хотя бы общался, и закинул им удочки, чтобы, если что списанное будет, тоже звонили, хорошо, да, это очень интересно, да, 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 какие-то еще остались вопросы, но полностью это совсем как бы громко сказано но потихонечку что-то хотелось бы конечно для пользованного процесса нужно чистое помещение чтобы было все соблюдать класс чистоты вот и пространство нужно и много всего но все равно я считаю что здорово что как бы оборудование сохраняется что его можно хотя бы посмотреть как оно работало там достаточно интересная механика интересные решения применялись то есть как бы я считаю что надо продолжать сохранять это все дело как я сам попал можно сказать случайно то есть это я не никогда не думал что буду этим заниматься я бы я вообще железнодорожник вот я всегда учил я учился для того чтобы стать машинистом и я сейчас работаю инженером схемотехникам фирме которая стран же с трансмашхолдингом работает значит то есть это железная дорога поезда вагоны электронное оборудование для них вот как бы а так получилось что я люблю всякие старые заводы исследовать вот и когда я узнал что 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 светлану собираются сносить то туда конечно был ряд экспедиции организован они даже продлились на несколько лет но вот в корпуса которые идут под снос там много всего было очень интересного вот и минусу настолько это как-то все понравилось что я и стал заниматься как бы тот все просто на светлане на заводе а конечно на этой территории на оставшиеся там практически все то чем занималась светлана в ссср этим же занимаются и сейчас только в меньшем масштабе то есть генераторные то есть полупроводники это получается сейчас принадлежит микрону несколько корпусов значит дальше лампы это сета спб генераторных ламп у них на самом деле он совершенно не виден сейчас там как бы вот в этом квартале там идет сне электрон и жилая застройка а там во дворе стоит как бы вот огромный комплекс испытательных станций там огромный такой зал больше этого в два этажа и там сейчас все это есть все испытывается туда и перенесли тоже то есть они по сути все оборудование вот эта фирма перенесла в одно здание большое восьмидесятых годов постройки вот и кроме того еще электрон прибор остался то есть это если светлановская площадь там сталинское здание красиво и еще по светлановскому проспекту вот ну и получается что да вот это это свч техника как я уже говорил то есть такое вообще на самом деле самое закрытое производство то есть там я видел каталоги но там минимум информации вообще эти каталоги они еще и недоступны нигде то есть их чисто вот мне в бумаге дали вот интересно что на самом заводе на самом заводе там есть музей именно завода светлана то есть если кому-то интересно именно с историей завода подробнее знакомиться то там можно попасть но это достаточно трудно потому что это надо записываться можно только в понедельник в рабочее время там я не помню с вами с 8 до 5 часов вечера это но это как договоришься можно туда попасть там выпишут пропуск то есть все сейчас очень стало строго там вот но тем не менее вот в музее там не знаю как сейчас а мне вот эта сотрудница показывала что там была секретная комната то есть там была комната такая без обозначений без ничего для военных как бы и там стоят столы и там на каждом столе сложено очень очень много вот этих изделий и не никаких подписей ничего нет то есть вот просто они лежат смотрите как бы и все нет 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 также еще вот вспомнил такой момент интересный я его не упомянул что поскольку на светлане всегда было стекольное производство для того чтобы лампы выпускать и стекольное производство когда возникла потребность производить ширпотреб организовали производство посуды и там такие в упаковках с петербургскими видами делали наборы рюмок красивые тарелки блюдца там тоже напыляли рисунки разные то есть там целый тоже большой корпус занимался чисто вот посудой вот ну и вообще объединение светлана что интересно тоже что я не упомянул было достаточно большим то есть это в петербурге три площадки было то есть это основная площадка потом этот самый рентген она часто тоже работает производство рентгеновских трубок рентген и вот это лктб микропроцессорное на московском шоссе а вообще в завод входило еще петрозаводский завод потом бабаева устюжно и маловишерский стекольный завод то есть как бы вот и там тоже вот где производили в малой вишере стекло в петрозаводске в бабаева там микросхемы и транзисторы то есть постепенно передавали все то есть допустим лктб это было передовое подразделение они что-то разработают выпустят дальше это передавалось там на основную площадку в цех 54 например те же калькуляторы их вот там выпускали а дальше это все тоже передавали куда-то ну в регионы на заводы вот тоже светланы да пожалуйста да да автоэлектроника еще занимались тоже мне попало в коллекцию редкое очень изделие маршрутный автокомпьютер mac вот это то есть по сути такая приставочка которую можно было поставить в жигули под капотом нам надо было подключить датчики и она как в современных машинах считала расход топлива и показывала сколько ну на сколько километров хватит горючего то есть да вот такая только единственное что как бы я видел ее в каталоге я видел этот единственный экземпляр больше их нигде как бы мне кажется что никто не видел даже у фролова нету как бы то есть сергея то есть почему то вообще вот шахматные компьютеры тоже но это все есть это все можно там посмотреть поэтому как бы тоже кстати он получается шахматный компьютер это электроника S541 то есть там получается набор микросхем идет светлановский а процессор там ставится зеленоградский пдп совместимый пдп совместимый ну как бы электроника 60 система команд по нашему вот печатных машинках использовались ромашка электронная печатная машинка то есть очень широкая сфера применения этих микросхем была различных ну все тогда спасибо за внимание да еще раз приходите к нам в музей все покажем расскажем вживую да я занимаюсь историей завода где-то с восемнадцатого года примерно когда вот появились новости о его снося вот и постепенно были разные идеи все постепенно развивалось и где-то значит вот год назад мы арендовали небольшое помещение и стали туда уже собирать железо то есть пвм какие-то установки ну вот самой светланы там достаточно мало что сохранилось к сожалению они как бы на контакт не идут и утилизировали все что можно там они все блонд дали поэтому сейчас приходится это оборудование полупроводникового производства по всей России с разных заводов я потихоньку покупаю помещение находится небольшое значит оно Энгельс 127Т то есть медсанчасть самого завода там на пятом этаже вот сейчас презентация да да слушаем что еще раз ну вообще на самом деле в большинстве случаев музейный экспонат но вообще у меня есть в планах постараться чтобы оно работало потому что это компьютеры старые ретро-компьютеры ЭВМ их все-таки много людей сохраняется в Санкт-Петербурге в Москве в других городах да вот это оборудование на котором производили микросхемы оно во-первых достаточно редкое во-вторых как бы никто практически им не занимается вот сохранением каким-то вот вот а музей уже работает или там работает ну в таком режиме что когда я там есть чем-то занимаюсь тогда можно проходить и я отдел отвлекаюсь и рассказываю что есть что ну да желательно написать договориться там чтоб я ответил сказал там я такого-то буду и где-то получается с 6 вечера с 18 получается до 22 мы обычно там работаем потому что у меня есть основная работа пока я доеду до труда как бы вот контакты да вот презентации да я я значит у нас вот там получается когда заходишь слева три стола это вот наши там по Светлане калькуляторы где уже видели правильно вот я там еще после после выступления я там еще буду к ним можно подойти я все координаты дам что не рассказал у меня мысль была такая что сначала по презентации рассказать по основной теме а потом вопросы получается что давайте тогда наоборот сделаем если какие-то вопросы по теме именно Светланы производимые продукции микросхемы есть я постараюсь что еще раз в каком плане да 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 я понял объединение Светлана вообще не зря называлась многопрофильным потому что это редко какой завод в союзе похвастать тем что разными направлениями занимался то есть это как полупроводники то есть точнее даже правильнее сказать что в первую очередь это электровакуумная промышленность то есть это радиолампы которые дальше дальше это направление привело к генераторным лампам модуляторным то есть это такие большие на мощности там можно сказать сотни киловатт вот с керамическими изоляторами вот то же самое в 60-е годы проводниковое направление также калькуляторы микропроцессоры микроэвм СВЧ приборы завод Энгельса там значит находился и вот сейчас Светлана электрон прибор они под этой маркой выпускают продукцию они СВЧ для военной техники радиолокации то есть такие приборы там как бы раньше клестроны резонансные разрядники были значит ну и продукция широкого потребления то есть это игрушки автоэлектроника там даже выключатели сенсорные выпускали то есть очень очень многим директор директор кремниев дал указания чтобы их музей как бы с нами сотрудничал вот а в остальном они думаю что сейчас во-первых это все-таки оборонная промышленность и они им достаточно сложно как бы каким-то сторонним лицам мне кажется помогать что это еще лишь параллель по ну я письмо отправлял да но мне нет это в стране производства и параллель ну да ну сейчас сейчас в России я думаю что на экстреме самое передовое в принципе производство из вот постсоветских заводов они вновь созданы если говорить а микрон микрон вообще получается что на Светлане произошло когда перестройка и акционирование предприятия то получилось вот из микропроцессорного направления там КТП микроэлектроника оно недолго просуществовало где-то предположительно до 2006 года вот и осталось Светлана полупроводники то есть они микросхемы такие выпускали как там вот эти 559-я и 590-я серия вот у них есть 1127 радиационная стойка вот и они новое оборудование туда особенно не закупали и руководство завода оно считало это направление бесперспективным поэтому в 2018 году его продали микрону вот и микрон тоже я думаю что закрыл по крайней мере это сведения я видел реальные которые вот что в течение трех лет должны были закрыть но случились некоторые события которые сейчас обороны заказ большой очень поэтому пока ничего не закроют в ближайшее время с поддержкой ну да да конечно а 2400 590 серия кноп да да ну это я тут точно так не подскажу на самом деле что интересно что я когда вот общался с работниками что сейчас когда с кем-то общаешься все вот говорят об этих тех процессах микронах на метрах а я там спрашиваю работника который фаталитографией занимался практически всю жизнь они почему-то даже особенные ну я думаю на уровне каком-то разработки думали об этом конечно а на уровне исполнителей они просто нужно сказать выполняли техпроцесс вот то есть даже не все знают такие вещи то есть каждый занимался своим процессом получали фотошаплоны запускали привозили новое оборудование надо 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 а доставания было такое производство когда пошло это инженер не не я думаю что занимались конечно потому что например они ну да ну конечно занимались потому что не 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 ну в исторических источниках которые я читал значит там говорится о том что в Киеве занимались этим и ездили в Киев то есть из ЛКТП ездили в Киев и оттуда даже там говорилось о том что где-то послойная распечатка она огромный объем занималась что там чуть ли не на кузовике вот чуть ли не на кузовике везли это все вот но так вообще на самом деле самое передовое оборудование я сейчас вот расскажу попокровнее значит можно следующий слайд то есть я расскажу с чего вообще завод Светлана начал вывести ага спасибо так